Этой коляской можно управлять силой мысли. Оператор сидит рядом и дает команду. Мысленно можно отрегулировать яркость сигнальных огней. И даже положение кресла. На голове специальный шлем. Диоды, примыкающие к коже, считывают энцефалограмму. Мы можем распознать различные концентрации человека на тех или иных вещах. Соответственно, интерпретируя эти концентрации, другими словами, команды головного мозга, мы можем давать сигналы коляске на те или иные движения. Нужно лишь научиться концентрировать свое внимание. В течение 5-10 минут мы обучаем пользователя, как концентрироваться, чтобы коляска ехала вперед. О чем думать, чтобы коляска разворачивалась, ехала назад и так далее. И в течение 50 минут мы обучаем у человека посылать определенные команды и обучаем систему распознавать эти команды. Эта технология даст даже полностью парализованным людям возможность передвигаться самостоятельно. Интерфейс для мысленного управления дорабатывается. Нужна система безопасности, которая исключит бесконтрольные движения в случае, если человек занервничает или отвлечется во время езды. Сейчас электроника может воспринимать до 7 различных команд. Ну а у самой коляски куда больше возможностей. Ее разработали специально для российских городов со старой застройкой. Ну это типичный хрущевский дом, у которого 4-5 этажей, в котором нет лифта. Когда эти дома строились, изначально не подразумевали какую-то доступность вообще, об этом не думали. Сейчас у нас тысячи, сотни тысяч таких домов по России, в которых живут люди с ограниченными возможностями. На подъемах коляска переключается на гусеничный ход. Протектор разработан так, что цепляется за скругленные ступеньки. Коляска может развернуться как танк вокруг своего центра, может развернуться на месте. И даже на площадке размером метр на метр, то есть это минимальная площадка для разворота, на ней можно развернуться. Сама коляска с ручным управлением уже эксплуатируется. Модель с технологией считывания мысли еще проходит испытание.